...произведённый треугольник, в который вписана окружность. Замечательно. Есть точки касания со сторонами А, В и В, С. Вот провели такую прямую. Точку пересечения с биссектрицей отметили. Они просят доказать, что угол А, В, С – 90 градусов. Ребята, согласитесь, что это просто просимо. Что мы хотим доказать? Что вот этот угол принял. Понятно? Вот этот угол. Почему он принял? Но давайте вспоминать. Когда есть центр вписанной окружности, то точки касания обладают замечательным свойством. Если вы соедините их с центром вписанной окружности, у вас будут перпендикулярны. Правильно? Это общий факт. Когда есть окружность касательная, когда вы соединяете с центром, то здесь обязательно возникает пусто. Прямых углов вообще-то уже довольно много. Вот один прямой угол, второй – да, да. Замечательно. Теперь следующий вопрос. Когда есть окружность, помните ли вы такой факт, что это за углы? Они все равны и 90 градусов. Доказать, что точки К, Д, С, Л и И лежат на одной окружности. Потому что теорема верна угол, опирающийся на диаметру 90 градусов. Давайте я их выпишу через абитуру. И, Х, Д, С, Л. Оказывается, эти пять точек лежат на одной окружности. Давайте. Попытайтесь им доказать. Задача стала намного легче, потому что вы видите геометрический смысл. Что это не просто где-то случайно, непонятно почему, возникнет 90 градусов угол. А потому что есть окружность. И, К, Д, С, Л. Ну, может быть, необязательно все пять. Дело в том, что точки И, К, С, Л, очевидно лежат на окружности. Потому что там два прямых угла, и значит, в этой окружности диаметр отрезок И, С. Поэтому, собственно, необязательно брать обе точки К, Л. Достаточно одно из них. Посмотрите. Важный вопрос. Теорема вписанной угле. Все помнят? Если у нас есть окружность, это еще важная подсказка, если у нас есть окружность, и вот такие вот угли, называется вписанные углы, опирающиеся на... Они все равны между собой, и более того, они равны половине вот этого угла. это называется центральный, то есть это центр окружности. И пернообратная теорема. Если у вас есть какие-то два равных угла, и вот эти точки с одной и той же стороны, а в прямой, то тогда эти четыре точки что? Лежат на одной окружности. Вот это обратная теорема, и вот здесь нам, конечно, нужна будет обратная. Значит, нужно увидеть, какие углы равны, и сказать, что из-за этого такая, 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 и такая дочки лежат на такой... Угол К, А, И, К, А, С... Не бывает, какого А в математике. И. Угол какой? И, К, А, С, И, И, Д, А, С. Ну, понимаете, угол И, Д, А, С это как раз то, что мы хотим доказать. Поэтому это неинтересно. Нельзя в решении задачи использовать то, что вы хотите сделать. Равны М, И, Л, И, К, И, Л. Еще раз. Что равны? М, И, Л. Углы. М, И, Л? Да. И какой еще? И, К, И, Л. Почему? Вы привыкаете, что все треугольники там, равносторонние или там, равноведленные, прямоугольные. Ребята, треугольники бывают разные. Найдите какие-то углы, при которых вы сможете понять, что они равны. М, И, А, И, Л, А. А зачем вам А? Не знаю. Я бы вам показал, какие точки вас реально интересуют. Я даже выписал. Понятно, что И, Л, С это прямой угол. И, К, С тоже прямой. То есть эти четыре точки И, К, С, И, И. Вот И, К, С, И, Л конечно лежат на одной окружности. Но это неинтересно. Надо, чтобы угол шло с участием точки Д. Слушайте, а много ли вообще до картинки углов? С вершины Д сейчас присоединяем. Ну, какие углы? К, Д, И, И, Д. Ну, что ж это? А, Д, И? К, Д, И. Давайте его напишем. К, Д, И. Смотрите, понимаете, сюда. Вот. К, Д, И. Вот давайте двумя точками обозначим. Вот такой угол. Вы хотите, чтобы вот эти четыре точки лежали на окружности. К, С, И. Конечно. Конечно. Если вы видите, что вот эти углы равны, задача будет решена. Потому что теорема обратная теорема. Что такое угол К, С, И? Это биссектриса. Молодец. Вот, 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 С, И биссектриса. Значит, угол К, С, И. Это что такое? Это половина угла С. Правильно? Да. Вот это половина. То есть, давайте, это будет угол Альфа, это Бетта, это Гамма. Это Гамма пополам. Отлично. Так вот, если вы сейчас посчитаете вот этот угол. А как вы считаете вообще? Как считать угол М, Д, А? Ну, 180 вычисли. Вот. И 180 вычисли что? Д, А. Вот этот вычисли. Да. И вот этот, да? Так давайте вычитать. Пишу здесь равно. И 180 вычитать что? Альфа пополам. Это вот это вычисли, так? Что еще вычитаем? Надо еще вычесть вот этот угол. А как это сделать? Ну, 90 полезно, да? Вот этот угол 90 полезно вычислить. Давайте вычитаем 90. Так. И теперь что осталось вычислить? Вот этот угол. Правильно? Замечательно. А как вы считаете? Да. Как считать вот этот угол, давайте вычислить хвою? Последнее, что нам осталось сделать? А он разве не всегда равен 60 градусов? Почему равен 60? Я просто не знаю. Кто вам в голову это наложил? Откуда мнение, что там любой угол от 60 или 90? Да нет, не любой. Да, я буду еще и тридцать. Ага, есть еще тридцать, я понимаю. Все. Как через углы треугольника выразить вот этот вот угол? К, М, И. Не понимаете? Я сделал то, что называется подносной чертеж. То есть я оставил от большого чертежа только три буквы. Б, М, И. Это не считается как половина угол. Идея нашей задачи напоминает в чем? Что вот эти точки, что делают? Лежат на одной окружности. Собственно, вот все. Все.